Я пока не вижу ничего. Вот, работает. Да? Итак, можем потихоньку продолжать. Сейчас спущу музыку. Итак, Рэйчел. Ты едешь по улицам города, по направлению к Стрипу, к аэропорту. Ты никогда не видел Лас-Вегас таким грязным, что ли, какой он стал в это десятилетие. На каждой улице можно увидеть подобно хрустальной луне закрывшееся заведение. Бары и рестораны сменяются ломбардами и букмекерскими конторами. Когда ты выезжаешь на трассу к Стрипу и проезжаешь под мостом, ты видишь кучкующихся под мостом бомжей. Выезжая на Стрипу, ты чувствуешь, как распад и депрессия всего остального города немножко отступает перед ярким светом и иллюзией богатства. Казино заманивают посетителей обещаниями красочных шоу и огромных выигрышей. По улицам ездят автомобили с хромированными дисками и блестяще лакированные, явно взятые в аренду. Тем не менее, даже здесь, среди туристов и отдыхающих, можно увидеть этих людей, которые как мухи на труп слетаются на упадок. Где-то мужчина в костюме не по размеру сталкивается с кем-то, чтобы снять его бумажник. Где-то одноногий старик, притворяющийся ветераном, просит денег на протез. Ты подъезжаешь к аэропорту как раз вовремя. Рейс, который тебя интересует, прилетает из Чикаго в 9 вечера. Ты паркуешь автомобиль у аэропорта и ты отстаешься снаружи или двигаешься внутрь? В первую очередь, отстряхиваю мусор с пассажирского селения. Машина твоя, прямо скажем, не из самых чистых. Подобно твоему дому, она достаточно заваленная в целом. Поэтому я, в общем-то, стряхиваю всякое дерьмо с пассажирского селения, беру, лезу назад за свое сидение, достаю тряпку, протираю приборную панель. А потом я хочу встретить его в зале прибытия, разумеется. Зачем мне взять его снаружи? Он забудется. Ты двигаешься мимо... Проходишь внутрь, двигаешься мимо закрытой аренды лимузина к залу прибытия. Когда самолет из Чикаго начинает разгружаться, тебе не составляет труда увидеть того, кого ты ждешь. Среди достаточно современно одетых и пышащих жизнью пассажиров бросается в глаза худощавый бледный мужчина, одетый в темное пальто и светлые брюки. Особенно выделяются его короткие коричневые волосы с очень старомодной стрижки. Ты видишь, что он тоже замечает тебя. С дистанции он шагает с кожаным чемоданом, не торопясь сквозь толпу. Его голубые глаза как будто всегда улыбаются. У него очень расслабленное выражение лица и неторопливые манеры. Он приближается к тебе на несколько шагов и ждет подтверждения тому, что он правильно определил встречающую. Мистер Далла Пасалеев? Можно просто Франко. Рэйчел. Приятно познакомиться, Рэйчел. Как твои ночи? Замечательно. Как ваши? Очень утомительные. Я очень долго добирался из Пекина. Из Пекина? Именно так. Вот это да. Современные авиакомпании, конечно, предлагают прямые перелеты. Но боюсь, для таких как мы, короткие пересадки остаются единственным шансом мне оказаться на солнце. Действительно. Что ж, пойдем? Я буду следовать за вами, Рэйчел. Я иду к своему автомобилю. Когда ты и Франко выходите из аэропорта, он останавливается посмотреть на Лас-Вегас. Ты видишь, что Агнистриба является для него чем-то новым. И он достаточно внимательно осматривает окружение. Я говорю, Франко, я проведу вам небольшую экскурсию. На экскурсии, к сожалению, нет времени. Я был бы счастлив прибыть в этот прекрасный город для удовольствия. Но, к сожалению, в нашем существовании есть только путешествия по делу. Я открываю для него багажник. Он складывает туда свой чемодан. Что привело вас в Лас-Вегас, Франко? Я расскажу все детали, когда мы встретимся со старшими представителями вашей семьи. Мистером Айзеком Ротштейном и миссой Лизой, я думаю. Это те имена, которые мне дали. Тем не менее, я надеюсь, мой визит не будет вас принят неправильно. Я не прибыл сюда по поручению в Венеции. Я надеюсь, что мой вопрос тоже не воспринять неправильно. Потому что я не так часто встречаю кого-то из семьи, кто приезжает. Он достаточно добродушно улыбается и садится в салон. Рэйчел, как вы можете себе представить, наши семьи гораздо более похожи, чем вам может показаться. Мы в Пекине так же не любим внезапных визитов, как вы здесь, в Лас-Вегасе, наверное, не любите. Ну, внезапные визиты иногда бывают очень интересными. Переносит интересные знакомства. Так что я не скажу, что я абсолютно полностью отрицательно отношусь к тому, что кто-то приезжает. Некоторые, конечно, едут только для того, чтобы потратить все деньги в казино, попасть в тюрьму, например. И дожидаться того, когда их вызволят. Некоторые приезжают посмотреть на наш потусторонний Вегас. Эта тема меня, безусловно, заинтересовывает. К сожалению, по поводу него я тоже несу неприятные вести. Поедем? Конечно. Ты везешь Франко в особняк Рольдштейн. Так как ты за рулем, ты можешь регулировать скорость или ехать в обход, создавая себе необходимое количество времени на то, чтобы его расспросить. Так как он не знает города, он абсолютно ничего не заподозрит. Хорошо. Я хочу ехать медленно, но не совсем в объезд, потому что, возможно, в Ван Шуале он будет знать город лучше. Я не знаю, насколько он приехал, поэтому не хочу уж совсем его объявывать. И я хочу из него, на самом деле, выспросить максимально все, что можно. Выспрашивай. Франко достаточно добродушен и открыт, на первый взгляд. Я могу вас заверить, Рэйчел. Я не из тех, кто тратит все деньги в казино или попадает в тюрьму. Город, в котором я живу, прежде всего учит осторожность. В Пекине, к сожалению, одна ошибка может быть последней. Этот город тоже не то, чем кажется на первый взгляд. Потому что его эти огни и казино, это все не более чем ширма. А то, что за ширмой, каждый раз разное. Сначала за ширмой была мафия. Сейчас за ширмой просто мусор. И остатки было встала. Звучит, как отличное место для кого-то из нашего клана. Действительно. А что касаемо нашего призрачного мира вам показалось таким... ...интересным? Ради чего вы были готовы совершить такое длительное путешествие? Я ни за что не поверю, что это будет какая-то... ...эрунда. Это совсем не ерунда. Даже наоборот. Это вопрос очень серьезный. Потому что... ...я приехал сюда предупредить... ...вашу семью речу кое о чем. О вещах, которые... ...могут сильно повлиять на ваше существование здесь. Мы, малые семьи внутри клана, должны помогать друг другу. И, естественно... ...в данном конкретном случае у нас есть очень конкретный общий интерес. Вы можете здесь достичь того... ...о чем мы в Пекине даже помыслить не можем. Это какая-то угроза, связанная с чем? Потому что... ...наш самый частый гость здесь, как вы могли себе представить, это черная рука. И все, что она с собой приносит. Там, откуда я родом, клановые и секторианские различия иногда отходят на второй план. Я должен признаться, что самые страшные враги для вас здесь. У меня дома могут оказаться дорогими друзьями. Значит, угроза, о которой идет речь, не связана с черной рукой. Дело в том, что всякий раз, когда что-то подобное приходит... ...молодежь обычно страдает больше всех. К сожалению... И я, как молодой представитель семьи... ...всегда с любопытством послушаю тех, кто старше и умнее в этих вопросах, чтобы... ...остаться на правильной стороне монеты. Это очень благородное начинание. Иногда старшие действительно знают лучше. Тем не менее, новые времена иногда требуют новых методов. В конце концов, это то, для чего такие, как мы, становят потомство. Чтобы не терять связь. Он выглядывает из окна и на секунду отвлекается на блестящие... ...на блестящие улицы и яркие огни. Так... ...вы говорили об угрозе. Вы вызываете во мне одновременно... ...любопытство... ...и... ...и страх. Знаете ли... ...когда... ...когда заявляют об угрозе, очень... ...очень хочется... ...узнать как можно больше. Я уверен, что вы все узнаете, Рэйчел. Я не хочу рассказывать одну историю несколько раз. Дайте хотя бы... ...небольшую затравку. Маленькую затравку. Это... ...город Азарта. Франко. Здесь все работает иногда так. Затравку. Да. Я восхищаюсь вашим игривым характером, Рэйчел. Многие... ...вампиры теряют... ...свою... ...внутреннюю искру. Как в здешних местах принято называть? Сородичи... ...вампиры... ...пиявки. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, пиявка лучше никого не называть. Скажем так, я не единственный... ...кто... ...проделал долгий путь... ...чтобы сюда прибыть. Вы знаете, я... ...я знаю. ...вчера... ...в наш город прибыл какой-то... ...загадочный сородич издалека. Проклятие. Я ожидал его опередить. К сожалению... ...он может позволить себе гораздо более быстрое передвижение, чем я. Что ж, в таком случае... ...в таком случае... ...в таком случае... ...в таком случае дело становится еще более срочным. Я думаю, что... ...не пройдет нескольких ночей, как все начнут чувствовать его прибытие. ... ...вы о нем знаете. Вы с ним знакомы? Я бы не сказал. Мы виделись однажды. Не более того. Это очень интересно. Если... ...если вам угодно, Франко... ...после разговора с Айзиком и Лизой... ...вам, скорее всего, придется поехать в Принцу. На... ...на личную встречу. Поэтому... ...я записываю ему номер своего пейджера. Если захотите, Франко, я смогу вас... ...сопроводить к Принцу. И если нужно, познакомить с кем-нибудь очень важным в этом городе. Которые могут знать и побольше о новом гости. К сожалению, мое присутствие в городе... ...желательно должно остаться секретом. В особенности для новоприбывшего. Что ж. Моя фамилия скажет вам об очень многом. Ага. Хорошо. Я благодарен вам, Рэйчел, за предложение о помощи. Тем не менее, я прибыл сюда больше как посланец. Мои руки связаны. Хорошо. Там, на востоке, личные отношения имеют меньшее значение, чем отношения семей в целом. Когда один член семьи делает что-то, это бросает тень на весь клан. Угу. К несчастью для нас наше положение в Пекине всегда было и всегда останется шатким. А в Пекине вообще комарилия или... Ха-ха-ха. О, нет. Всего было гораздо проще. А что, черная рука? Франко улыбается и... Упознательность это очень хорошо, Рэйчел. Но имейте терпение. Он снова смотрит в окно и... Явно не собирается больше ничего говорить, пока вы не приедете. Хорошо. Если, конечно, ты не хочешь расшевелить его еще одним вопросом. Я хочу перевести тему, чтобы его не смущать. На что он смотрит, я расскажу ему об этом. Вы проезжаете сейчас мимо... Голден Наггета. Известного казино. Нет, ковбой дальше по улице. Вы выезжаете на Фримон стрит и... Ты рассказываешь ему про... Пару слов про заведение, которое вы видите. Когда вы проезжаете мимо ковбоя, символа Лас-Вегаса. Ты также... Можешь поделиться с ним своими мыслями. От ковбоя я не могу удержаться от едкого комментария. Я пересказываю, на самом деле, что мне рассказывал Соломон. О том, что кто-то... Кто-то из членов семьи приезжал к нам как-то. И первое, что он хотел увидеть, приехав в город. Не Исака и Лизу, не Принца. А вот этого... Ковбоя. Который... Снимает шляпу уже лет двадцать, как видимо. И... Должна сказать, что за двадцать лет он меня порядком подзаебал. Что ж, я могу предположить, что, возможно, у того гостя была вполне рациональная идея. Подобный символ... Часто притягиваю... Потерянные души. Ну, я думаю... Кому это знать, как не вам. Раз уж вы живете в этом месте. Ну, остается только надеяться, что если я умру и... Воскресну как душа, как призрак... Этот Ковгой не будет тем, что будет притягивать меня к этому миру. Иначе мне захочется умереть снова. К счастью для вас, Рэйчел... Превращение одного из нас... В Спирито... В крайне маловероят. Спирито? Вы говорите прямо как... Один из... Местных... Который приехал из Венеции. Спирито с Петро. Мы не сразу могли понять друг друга. Я думаю, в нашем случае это самая... Универсальная терминология. Потому что я, к сожалению, не говорю на иврите. А вы, к сожалению, не говорите на китайском. Очень интересно. Хорошо, я больше не буду, наверное, бать ему мозг. То есть, я... Я даже осталась совсем недолго. Вы подъезжаете к особняку... Особняку... Ротштейн. Ты видишь, что когда вы подъезжаете, двери открываются и в дверном проеме... Ты впервые видишь... Выходящим вот так вот... Навстречу кому-то... Ты видишь Айзека. Он растворяет двери и... Складывает руки. Франко вопросительно смотрит на тебя. Я... Это... Айзек Ротштейн. Что ж... Давайте же перейдем... Представимся и перейдем к делу. Я, в общем-то, выхожу, достаю чемодан Франко... Из своего багажника. И смотрю на Айзека. Когда вы... Проходите... Проходите по крыльцу... Айзек достаточно... Настолько добродушно, насколько он может... Приветствую. Франко. Добро пожаловать в Рос-Вегас, дорогой Франко. Как ты долетел? Франко вежливо кланяется, слегка... Очень ровно, слегка по-азиатски. Потом протягивает Айзеку руку. Они... Жмут другу руки, и вы проходите внутрь, в фойе. Там у лестницы стоит Элиза Ротштейн. Добро пожаловать. Мазлтофф. Ее тон гораздо более стальной, чем тон Айзека. Франко здоровается с Элизой. Мои приветствия из Пекина. Есть ли у нас возможность на короткий разговор? Айзек кивает головой и просит... Приглашает всех внутрь одного из обеденных залов. Меня тоже? Тебя никто... Тебя никто не останавливает, как ты видишь. Отлично. Я делаю вид, что это мы должны быть, на самом деле, все это время. То есть, абсолютно с каменным лицом просто иду. Вы садитесь за стол. Элиза замечает твое присутствие, но прежде чем она успевает что-то сказать, Айзек наливает из стоящего, он показывает Элизе налить из стоящего фарфорового чайничка кровь в чашке. Элиза, прежде чем она успевает что-то сказать по поводу твоего присутствия, теряет момент и разливает напитки. Когда одной чашки на подносе не хватает, она достает из посудного шкафчика еще одну, отличающуюся от других розовой с позолоченной ручкой. В чем же цель вашего визита, Франко? Ваш приезд был, так скажем, слегка неожиданным для нас. Мы не смогли подготовить надлежащий прием, говорит Айзек. Франко, отпивая крови из фарфора, начинает свои объяснения. Я приехал вас предупредить и сделать предложение. Наша семья Делла Пассалия, мы базируемся в Пекине. Бок о бок с азиатскими вампирами Куэй Джин. Они очень сильно отличаются от нас и не терпят аутсайдера. Тем не менее, иногда у одного из них хватает ума податься назад. И это то, что сейчас произошло. К вам в город приехал один из них. И это гораздо большая проблема, чем кажется. Айзек и Элиза переглядываются. Для них это явно информация совершенно новая и совершенно так, которой они были не готовы. Я хочу понять, будет ли вежливо вставить что-то в этот момент? У меня есть этикет. Франко как раз отпивает крови, чтобы промочить горло. И у тебя есть буквально короткое время на какую-то ремарку. Я узнала, что вчера, буквально под конец ночи, этот сородич прибыл в город. И от регента Капеллы Тремьер я выяснила, что ради этого визита принц отменил встречу с одним из старейшим, заставив его ждать. Франко стевает головой. Существо, которое прибыло в Лас-Вегас, зовут Линь Джинь. Он представитель очень крупной семьи в Китае, клана Линь. Его смертный дядя, Линь Линь, министр путей сообщения Китая. И среди его семьи большое количество существ совершенно другого толка. Их влияние чувствуется как на ночных улицах Пекина, через таких как Йинь, так и на другой стороне завесы в нефритовой империи. Линь Джин молод. Тем не менее, он один из богатейших людей на планете. Его родная сестра, такой же вампир, как он, была осуждена пекинским двором за преступление. Объявлена Акумой. Она бежала в Сан-Франциско. Мандарина от Новой Надежды. По последним слухам в Пекине, она пропала оттуда. И Линь Джин, используя свои значительные ресурсы, решил отправиться за ним. А почему сюда? Я не знаю. Почему не в Сан-Франциско? Возможно, она где-то здесь. Возможно, здесь есть кто-то, кто что-то о ней знает. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Это самый крупный пакет акций się в Jiangxi Silver Corporation, одна из самых крупных горнодобывающих компаний Кきたья. Его денег было достаточно, чтобы подкупить вашего принца Насколько мне стало известно, он подарил ему два завода в провинции Джангси И пообещал значительные инвестиции в его компании Для таких, как Лин Джин, наши клановые различия, наши секты не имеют никакого значения Все западные вампиры, варвары и враги Поэтому всех, кого он не сможет подкупить, он попытается убрать с дороги Помимо живых родственников, которые помогают ему держать его ресурсы У него есть еще мертвые Мне стало известно, что его будет сопровождать часть его усопшей семьи Его родственница, Лин Джанг, является одной из самых обеспеченных душ в китайском мире мертвых Если кого-то здесь можно купить, она его сможет купить Если кому-то чего-то не хватало, чтобы выдвинуться против вас Она сможет найти что-нибудь, чтобы им предложить Я приехал от имени семьи Делла Фасалия С предупреждением и просьбой Я готов оказать любую помощь в обмен на вашу гарантию Что Лин Джанг не вернется назад в Пекин И Делла Фасалия готова заплатить любые деньги Если мы сможем получить его душу Айзек и Элиза Медленно переглядываются, пытаясь собраться с мыслами В это время я ловлю момент и говорю Франко, вы упомянули, что его сестра была объявлена Акума Что это значит? Акума — это термин, означающий сделку с дьяволом своего рода Куэй Джин, называя Акума любого преступника, который Впадает в немилость двора Его сестру зовут Линг Мэй Мэй Айзек, наконец, находит, что сказать Франко, влияние в мире мертвых, которое ты упоминал Каким образом они смогут переправиться сюда? Ты и этот азиатский вампир прилетели на самолетах Как призрак из Китая может добраться в Лас-Велес Франко задумывается на секунду и... К сожалению, для нас у них есть несколько вариантов Путь через мир мертвых долгий, но не невозможный При желании они могут покрыть это расстояние Также в Китае принято держать дома алтари своим усопшим родственникам Соорудив подобный алтарь Джин, скорее всего, сможет призвать своих родственников сюда То, что он прибыл раньше меня, это очень беспокойные новости Азиатские вампиры отличаются от нас достаточно значительно Тем не менее, их души, их хуй Уязвим для наших некроманских умений Все, что нужно, чтобы получить его душу, это... В фигуральном смысле лишить его жизни Также, как вампир падает в торпор Квейджин теряет возможность двигаться И его душа выходит из тела В этот момент ее можно схватить Извиняюсь, музыка закончилась Проклятие Айзек Задумывается на следующем вопросом И Лиза тем временем говорит Я с трудом могу поверить, что ему удалось подкупить принца Как вы говорите, Франко Он сам по себе один из богатейших сородичей в регионе Для меня это звучит как очень маловероятная Маловероятная возможность подкупить кого-то настолько влиятельным Франко Фарьирует ее сомнения Финансовое влияние, которое можно приобрести успехом в делах Рядом не стоит с ресурсами, которые текут реками Из коррумпированного государства Линчжин Дело не в том, сколько он заработал Дело в том, сколько денег смогла украсть и накопить поколениями его семья Это финансы, которые сложно сравнивать с чем-то другим Это единственное, что у него никогда не кончится Это деньги Тем не менее, он молод Он ослеплен гордыней И по сравнению с многими из нас, он слаб Пока он прячется за своими телохранителями, наемниками и защитными системами Он может тягаться на равных с принцами и тримагенами Все, что нужно, это добраться до него лично Я должен сказать, что я голоден и устал с дороги Я буду готов ответить на любые ваши вопросы, которых я уверен возникнет много Айзек кивает головой Конечно, Франко, ты заслужил свободу Франко тянется к чемодану, который, Рейчел, ты поставила между вашими двумя креслами Я не прибыл с пустыми руками Я привез небольшой подарок Маленький знак уважения вашей семьи Он извлекает из чемодана завернутую в черную тряпку предмет Когда он его разворачивает Твоим глазам, Рейчел, представляется человеческая кость Чья форма залита в металле На металле ты видишь тонкие цепочки из иероглика Сустав украшен нефлиттером камнем Джованни в Венеции называют этот предмет бастон-диаболик У нас есть немного альтернативный метод изготовления Тем не менее, полезность подобного инструмента Полезность подобного инструмента, я думаю, вы найдете удовлетворительно Он кладет бастон-диаболика на стол Айзек и Элиза встают и учтиво провожают Франко Гуль проводит вас в наши покои На прощание Франко пересекается с тобой глазами И кивает немножко глубже обычного Когда двери за ним закрываются, Айзек откидывается на кресле Ну пиздец Это все объясняет, бляй Эти узкоглазые приехали и там Дали кому надо на лапу и теперь у нас танки и легионы на пороге Я вам больше скажу на самом деле Мне кажется, что тот, кто приехал, не один Потому что китайцы всплывают то тут, то там Ковальский рассказывал, что какой-то новенький китайский бизнесмен Появляется очень часто в его заведении И встречается с крупными финансовыми шишками У нас тут немного вариантов Нам все еще нужно концентрироваться на войне Если эти пидорасы будут сейчас подкупать местных И мешать и устраивать здесь непонятно что-то Тогда мы не сможем обороняться Надо избавиться от этого пидора как можно скорее Надо не дать ему построить алтарь просто И как минимум предупредить Я сегодня встречаюсь с Осипом С вашего позволения Если преподнести ему эту информацию так, что кто-то с востока будет пытаться подкупать местных И настраивать их на какой-то странный путь То скорее всего Осип будет единственным, кто сможет этому воспрепятствовать Айзек пожимает плечами Чем они их будут подкупать-то я понять не могу Чем они там Рассчитываются-то, ёб твою мать Банковские счета мертвые что ли, Воскреша? Я не понимаю, бля Элиза поднимает бровь и смотря на тебя говорит Судя по твоему голосу, ты звучишь увереннее в том, что ты можешь его достать Ну Я могу поузнавать Начать с того, чтобы узнать, что он, где он Если он... Я вчера встретилась с регентом, например, случайно И он рассказал мне об этом И судя по всему, этот сородич или как его там вызвал Много недовольства среди местных старейших Неудивительно, говорит Элиза Подобное гостеприимство, прямо скажем Это что-то новенькое Поэтому, скорее всего, прошу прощения Я замолкаю, чтобы дайте сказать Я не думаю, что местным это понравится В конце концов, для нас он тоже чужой И если первое, что он сделал по приезду Это организовал подобную атаку на нас Мне интересно, знает ли об этом Финс Айзек качает головой, я не думаю За гробные дела его не интересуют Скорее всего, как раз местные старейшины будут заинтересованы в том, чтобы узнать о нем побольше И, возможно, от него избавиться Поэтому, если задать нужные вопросы, я думаю, что нам еще могут за это приплатить Айзек качает, кивает головой Айзек качает, ты видишь, что ему очень нравится то, что ты говоришь Ты очень сильно изменилась В частности регент выглядит очень Очень изменилась Такая дура была набитая А сейчас посмотрите И с регентом встретилась Старейшины Ай, молодец Приятно слышать Хорошо, Рэйчел Узнай все, что сможешь У меня есть для тебя подарок Пойдем Палку эту тоже забери Она мне нахуй не может Мне не надо лишний раз спрашивать Я забираю эту палку Я знаю, как она действует Слышала, по крайней мере Айзек, в общем-то, оборачивается Ты знаешь, как она действует? Да-да Надо ударить Да Ударить призрак этой палкой Ему будет больно Как-то так Особенно эффективно Если он уже сидит в чем-то Или в ком-то Тогда ему будет очень больно Что он к ней ближе В метафизическом плане Окей Так что держи при себе У меня для тебя В общем-то Он проводит тебя в соседнюю комнату Поместье Ротштейна Оно оформлено немножко как дворец Баленькие узкие помещения Близко друг к другу В комнате В такой Небольшом читальном зале В барочном стиле С лепниной С сусальным золотом Где Стоит Диван Старомодный С венделями И Несколько книжных шкафчиков Он Извлекает Извлекает Маленькую Книжечку Из одного из шкафов И протягивает ее тебе Этот ритуал Над которым Работал еще мой отец Пока боже Я его закончил Не так давно Посмотри Если сможешь Заставить его работать Он может оказаться Очень полезным Имея дело С агрессивными духами Даст тебе союзников На той стороне Спасибо Я говорю На юрите А Не за что Не подведи меня Я на тебя рассчитываю Сделай все возможно Итак Твои действия Рэчер Я еду К Соломону Открывать дверь С ноги И орать По поводу того Что я узнала Хорошо Времени еще До полуночи У меня Как я понимаю Достаточно Два часа еще есть Отлично Хорошо Ты отправляешься Как Соломон Ротштейн Тем временем Крис Сейчас Итак Крис Ты Потратил Время до Девяти на охоту Перезвони Отлично Сверно Отлично Ты охотился Своим классическим способом Насколько я понимаю Да Твоя охота Приносит тебе пять пунктов крови Сколько у тебя в общем Сейчас скажу Девять Девять Отлично У тебя есть Небольшой Отрезок времени Который ты можешь успеть Сделать еще что-то Прежде чем отправишься На встречу С Деброй Пуатье Есть ли у тебя желание Как-то подготовиться Или что-то сделать Перед этим На самом деле У меня С последней Жертвой Грубо говоря Есть Небольшой реквест Я хочу В маленький фиал Набрать Свежей крови С этой жертвой Ну Так скажем Если кормлению удается Подобную Подобную Манипуляцию Произвести На потерявшем сознании Тели В принципе проблем нет Вот Я хочу С помощью этого фиала Провести Скажем так Ритуал Домино жизни Очень мудро Хорошо Домино в лайф И Я хочу Получить Возможность Грубо говоря Принимать пищу То есть Я достаточно Выгляжу Как человек Хорошо Хорошо Ты используешь Герметическую магию Чтобы Сплести Вокруг себя Обман К большому сожалению То что в последние ночи Ты Применял Попеременно Три совершенно Разных Разных Магических Техники Очень сильно Тебя Сбивают Ты начинаешь Понимать Что герметика Которая Очень Научная И четкая Тем не менее Требуется Концентрации И В общем-то Точности Метода Ты Применяешь Ритуал Но Магии Не происходит Тебе Не удается Сука Возможно Ты думаешь Что ты смог Он не занимает Слишком много Времени Возможно Ты смог Повторить Его Прямо Там В клубе Где-нибудь В туалете Или в укровном месте Но это очень рискованно Времени У тебя Уже В притык Ну Я Скорее всего Попробую Рискнул Но Собравшись Выдох Мы отправляемся В клубе Отлично Так Секунду Ты Отправляешься На Восток Города В клуб Кокаду Когда ты Видишь Это место Ты можешь Безошибочно Оценить Что это Что это Заведение Из себя Представляет Это Один из Так скажем Того типа Мест Которые Как грибы Появились В 80-х Немного Странные Немного Специфические При этом Пользующиеся Популярностью На Въезде В клуб Ты видишь Достаточно Большую Очередь Из Молодежи Которая Ждет Возможности Зайти Внутрь На На Над Дверями Неоновая Вывеска Кокаду Клаб И Неоновый Попугай Зеленый И красный Ты видишь Что Несколько Трубок В центре Неоновой Композиции Сломались Поэтому Он Выглядит Слегка Слегка Неполным Тем не менее Дорогие Машины Припаркованные На улицу Клуба И Достаточно Большое Количество Людей Являются Индикатором Того Что Определенный Успех У этого Места Есть Ну Собственно Я иду К баунсерам Которые стоят На входе Сразу Ты собираешься Прорезаться Через очередь И попробовать Пролезть Туда Без этого Да? Конечно У меня Назначен Забронированный Столик Чем не ждать Ты проходишь Мимо Молодежи Стоящей Стоящей Баунсер Достаточно Крепкий Крепкий Мужик Стоит Держась Одной Мясистой Рукой За Красную За Красное Мягкое Ограждение Очередь Вот там Сэр Добрый Вечер У меня На 9 часов Назначена Встреча С Мисплоти Понятия Не имею Тут такая Мисплоти Дебра Плоти Адвокат Он Ты видишь Что он врет Когда Говорит Что я не знаю Он переминается С ноги на ногу Ну Я мог бы Конечно Отправить Кого-то Спросить Если она Вас ждет Но это труд А труд Зачем Оттруждать Себя Так просто Сделай свою работу И пропусти Меня Как ты видишь Намекает На взятку Я понимаю Что он Намекает На взятку Но мне Сейчас На данный момент Нечем Платить Поэтому Я Так Не сегодня Как-нибудь В другой раз Я запомню тебя Нет Я тебя Запомню Хорошо Он Пропускает Тебе Зачем Я Вежливо Ему Киваю Беру Спасибо Живно Внутри Интерьер клуба В общем-то Достаточно Стандартный Ты видишь Столики Лаунжи Достаточно Большой танцпол Сцена Пустующая На которой По задумке Архитектора Должна была Играть Какая-то Группа Или кто-то Выступать Не используется Потому что Вместо этого Есть Новомодный Диск Жокей Стоящей Практически Практически На танцполе В таком Металлической Подъемной Подъемной Будке Музыка Внутри Играет Достаточно Громко Блистают Огни Твои действия Хостес Или что-то Такое Администратор На входе Ты стоишь На входе В ожидании Чтобы тебя приняли И Девушка Чьей работой В общем-то Это является Подходит Тебе Здравствуйте Сэр Чем могу Помочь Ты видишь Что она Слегка Выбивается На фоне Так скажем На фоне Постепенно Меняющегося Стиля Многие Посетители Очевидно В ее Помощи Не нуждаются И проходят Сразу Донскол Доброй ночи У меня Забронирован Столик У меня Задачена Встреча С Миспотья Не могли Вы меня Проводить Да-да Я вас Провожу Она Проводит Тебя Мимо Столиков Когда ты Проходишь По По Подъему Ты Замечаешь С помощью Своего Острого Зрения И в целом Будучи Внимательным Через Танцпол Двух Джентльменов Сидящих В Лаунже В Другом Конце Зала Ты Видишь Мужчину В сером Костюме Водолазки Которого Ты За километр Можешь Узнать Как Ошон И Еще Одного Джентльмена Азиатской Внешности Сидящего Вместе С ним Они Сидят И Пьют Шоты Сука Ошон Сидим Ну Я Пока Здесь За Другим Я буду Периодически На самом Деле Если За тем Столиком За которым Я буду сидеть В поте У меня Будет Возможность За ними Наблюдать Я буду Периодически Там Смотреть За Столиком Столиком У тебя Не Возникает Потому Что Куб Доставишь Крупный В более Темном Более Спокойном Участке За Столиком На двоих Сидит Женщина В белом Костюме Волосы Волосы У нее Забраны В аккуратную Высокую Прическу На ней Яркие Цветные Круглые Бусы И Несколько Браслетов Она Пьет Какой-то Коктейль И Увидев Тебя Поднимается Со стула И Протягивает Тебе Руку В профессиональном Приветствии Я Очень Мягко Доброю Руку Как бы Не пожимая Добрый вечер Кстати Добрый вечер Кристофер Я так понимаю Меня зовут Дебра Присаживай Да Это я Девушка Которая Тебя Проводила Спрашивает Что Она может Тебя Пронести Я Что Пьет Добро Она Пьет Мохито Мохито Мортини С водкой Пожалуйста Дебушка Удаляется Итак Кристофер Чем Я могу Вам Помочь Помочь Мне Мне Можно Следующим Образом Я Знаю Что Вы Занимаетесь Делом Очень Достаточно Вызывающим Может Странность Дом Дом Престарелых Эльдорад Иск Касаемо Персонала Я могу Подтвердить Что это Мое Дело Но Я не могу Уделиться С тобой Некими Деталями Детали Ну Скажем Так Каждый Человек Работающий Занимающийся Таким Тяжелым Трудом Которым Занимаются Эти люди Имеет Право На Отдых То В каких Махинациях Их обвинили Звучит Достаточно Странно Но Еще Более Странным Мне Кажется Другое Откуда У Этого Замечательного Человека Мистера Вилкинсона Делись Деньги На Все Это Предприятие Я Конечно Понимаю Что Каждый Уважающий Себя Адвокат Иногда Работает Пробону Вы Сам Юрист Я так Понимаю Вы Представляете Противоположную Сторон Не Совсем Юрист Я Скажем Так Посол Доброй Воли Я Знаком С Юридическими Тонкостями Моя Моя Скажем Так Профессиональная Сторона Это Финансы Финансы Что ж Я Готова Выслушать Что Конкретно У вас На Уме Тем Не Не До Конца Понимаю Чего Вы Хотите Дело Пойдет Своим Чередом Я Не Вижу Никакой Причины Не Отступаться Не Заключать Досудебное Соглашение Очень Очень Много Людей Пострадало Судя Потому Что Мы Нашли И Это Будет Только Спределиво Если Виноватые Понесут Наказание Места Если Они Окажутся Невиновными По Мнению Суда Врино А не Вернуться На Свои Рабочие Места Я Не Думаю Что Их Работодатель Будет Держать Участие В процессе В протехни С другой Стороны Всякое Может Быть Никита Поясни Мне Что Значит Про Боно Бесплатно 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 Ну Все Мы Понимаем Что Ну Еще Мне Стало Известен На На самом деле Другой Вопрос Вы Говорите О том Что Вы Работаете Про Боно Но У меня Складывается Впечатление Что Все Не Так Просто На Слове Чего Оно У вас Складывается Слухи Люди Говорят Мое Время Кристофер Стоит Очень Дорого Я Согласилась Уделить Вам И Если Мы Продолжим Вести Разговоры О Слухах Я Думаю Я Смогу Найти В своем Времени Гораздо Более Перспективное Применение Вот Если Подобрались К Интересному Вопросу Вопросу Цены Вашего Время То есть Дайте мне Понять Правильно Ваш Хот Мысль Вам Кажется Что Вам Достаточно Прийти Открыть Свой Кошелек И Я Тут же Брошу Дело За которое Я Целаюсь Нет Вот именно Что Нет Это Будет Не Дявно Но Значит Нужно Что-то Еще Стоит Просто Назвать Сказать Вы Наверное Не из этих мест Вы упоминали Что вы приехали Откуда-то Издалека Я Родился Здесь Где вы родились Не особенно Меня интересует Если честно Мое имя В этом городе Имеет Определенный вес Люди Обращаются Ко мне И рассчитывают На то Что я Буду Держать Свои обещания И я Это Очень высоко Ценю Деньги Мне не нужны Любое Влияние Которое У вас Может быть У меня Найдутся Люди С влиянием Побольше Я Не вижу Причины Продолжает Разговор Если честно Мистер Баррет Ну Скажем так Если Мы выяснили Что Вас интересует Ваше Влияние И репутация В лицах Ваша Репутация Среди Конкретных Людей Я Буду Например С удовольствием Среди С этими Людьми Чтобы Продолжить Диалог С ними Встречайте С кем Хотите В свое Собственное Время Ну Пока Мое Время Принадлежит Вам Что Ты Хочешь Кто Попросил Вас Не Бросать Это Дело Мой Клиент Мои отношения С клиентом Это отличное Дело Клиент Это Тот Дедушка Да Явно Жене Именно Но Платит Не он Никто Ничего Не платит Из Тебя Я Не получаю Ни Стартового Взноса Ни Взноса Заседания Ничего Ауру Персепшн Хорошо Ты видишь Что это человек Который очень хорошо Умеет держать Себя в руках Ее аура Очень равномерная Очень спокойная У нее чувствуются Нотки раздражения Нотки подозрительности Ты Видишь Что она Как будто Обдумывает В голове Варианты Откуда ты можешь быть Кто ты можешь быть Она не до конца Понимает Что тебе нужно Тем не менее В общем-то Она достаточно Спокойна И уверена В себе Ты понимаешь Что для Адвоката У нее достаточно Типичная аура Более того Ты В чистоте цветов И ровности линий Ты видишь Еще одну интересную Вещь Ты видишь Что она трезвая Коктейль Который она пьет Скорее всего Абсолютно безалкогольная Тебе приносят Твоя мартини С лодкой Я пока Я начинаю Он в таком же бокале Да Я начинаю Выдить пальцем По краю бокала То есть Вы настолько Уверены В Своих покровителях Знаешь Кристофер Меня Я действительно Задаюсь вопросом Кого ты здесь Представляешь Потому что В ком я уверен А в ком я не уверен Это конечно Мое личное дело Но по сравнению Со всеми здесь Кого я знаю Ты прости Хрен его знает кто Если честно Но Я не знаю кто Ты Мы можем Скажем так Заключить небольшое соглашение Вы скажете Кто Оплачивает все это дело И стоит за этим А я скажу За кем стою я Кто стоит за мной А мне эта информация нужна Зачем По твоему Может она даст вам Возможность Обдумать решение Я так понимаю Что ты чей-то брокер Какой У Брокера Может быть Интерес В деле С думом И стрелы Зачем Кому-то сдались Эти работники Может Все дела Гораздо Интереснее Чем кажется Кто-то из твоих родственников Попал за решетку Из моих Нет Не из моих родственников И даже Не клиентов К сожалению Для тебя Вариант С подкупом Не сработает Вариант С выгодным Обменом информации Тоже не сработает Я напоминаю Я адвокат Неужели ты думаешь Что меня так легко Подвести вокруг пальца Ты меня обижаешь Нет Ты не выглядел Таким приятным Варкетом Нет Обманывать Одного из самых Уважаемых адвокатов Вегаса Это не в моих Интересах Это всегда Может обернуться Боком А вот Друзьями Почему нет Во всем можно найти Добро Во всем можно найти Какой-то общий интерес Какую-то общую точку Соприкосновения И по-твоему Я должна найти ее За тебя Да Пока что Ну вы можете Навести меня на мысль Пока что даже Разговаривать с тобой Это риск Черт его знает С кем ты икшаешь Может быть Тем что я с тобой Встретилась Я уже замазываюсь Я вам гарантирую Что нет Твоя гарантия Стоит Немногим Дороже Чем твой сон Я не знаю кто ты Я не знаю чего ты хочешь Точнее я знаю чего ты хочешь Я не понимаю зачем Я не вижу в этом Никакого Смысла для себя Я вела за свою карьеру Очень много таких разговоров С вампирами С мафиози Со спортсменами С политиками Они как минимум приходили за стол С ясным курсом действий Что они собираются сделать Если я не И что они собираются сделать Если я Ага Ну скажем так Это может быть первая встреча Закладка фундамента Для нашего знакомства И Для продолжения Для дальнейшего курса действий Почему нет Ни один город Не строился сразу И так же Не сразу Не строились Ни одни Выгодные отношения Она Выпивает немного Из своего коктейля У нее достаточно Игривое выражение лица Ты видишь Что она Ей доставляет удовольствие Этот диалог Поэтому она его ведет Кристофер Я хочу сказать тебе Ты совсем не подготовился Тот, кто тебе платит Ему лучше нанять Кого-нибудь другого Если ты не возражаешь Я пойду домой И приду горячую ванну Приятно было познакомиться Если бы вы действительно Хотели уйти Вы бы ушли еще минут 5 назад Я думаю сейчас Я уже уверена Она встает Отодвигает стул Это тем не менее Было достаточно Развлекательно Она протягивает тебе руку Я поджимаю руку И до скорой встречи Без плоти До встречи Она Цокая каблуками Оставляет тебя Одного Чувствового Что ты чувствуешь По этому Ну на самом деле Небольшая нотка Это досады И раздражения Я понимаю Что Взять нахрапом Такого человека Было бы невозможно Но Понимание И знакомство И первые впечатления Важны В таких делах Уже есть четкое понимание Что К такому человеку Нужно приходить С конкретным предложением А чтобы Знать Что конкретно Предлагать Нужно Узнать Что Дали Уже на той стороне Чтобы выдвигать Контр-предложение И Судя по тому Что она говорит И как она говорит Это Предложение С той стороны Достаточно Слитное И интересное Вот Я могу сделать тебе бросок На самом деле Если ты хочешь Я был бы Я был бы не против Если есть возможность Хорошо Почему ей не воспользоваться Тебе приходят в голову Три мысли Три варианта Первый вариант Она выглядит Человеком рациональным Если ты Найдешь способ Перекрыть Значительно Перекрыть Гонорар Который ей предлагают Ее вполне себе Можно убедить Передать это дело Какому-нибудь Другому адвокату Который просто Его не вытянет Вторая мысль Она дорожит Своей репутацией Очень сильно Если придумать Как убедить ее Что дело грязное Что она может Как-то Что люди С которыми она работает Могут быть Немножко Могут ее замарать Возможно Она сама Отступится Ну и третий вариант Ты видишь Что На самом деле Чисто на человеческом уровне На животно Сексуальном уровне Инстинктивном Ты ей понравился Если ты правильно Разграешь свои карты Ты просто сможешь Ее соблазнить Наверное Она не выглядит Как бы Для тебя Особенно с тех пор Ты стал вампиром Это болезненно Очевидно Женщин Не так сложно Составить делать Что ты хочешь Если ты правильно К этому подходишь Как минимум Притвориться Что ты не Что деловая Деловой вопрос Это просто повод Тогда у тебя Может быть доступ К чему угодно И к материалам дела И вообще Ко всему Второй и третий вариант Мне пока кажется Самыми удачными Я на самом деле Сразу задумывался О таком варианте В телефонных же книгах Указаны адреса Домашние Вполне Окей То есть Обдумав эти мысли Крис сидит За столиком На его лице Появляется Такая Довольная Ухнулка У Криса Появился план Что Можно На самом деле Начать Скажем так Небольшой план По завоеванию Возможно Потенциально Очень сильного Союзника В этом деле И вообще В этом городе Единственная Загрузка В Некоторых из этих вариантов Она работает В том же самом Она грубо говоря Работает В той же самой компании На которой На которой имеет влияние Один из ротштейнов Так что Твои подвижки В этом направлении Могут Вызвать Недовольство Ну все это можно решить Обговорить выставить в выгодном свете я думаю пока это будет только скажем так начало для этого нужно решить другой интересный вопрос пока как за все это платить это да это очень интересный вопрос и на этом моменте мы сделаем небольшой перерыв на 10 минут на перекус и на напитке пока Кристофер в клубе Кокадуа Рэйчел обдумывает результаты встречи с таинственным гостем нет я еду сбиваю мусорные баки на самом деле мы вернемся к вам через минут 10 оставайтесь с нами